Девушки отдыхают За розмарином А давай пойдем А находится он Так, что за кое? Сообщение Кто это? Так, мелко Кто это такая? Я ничего не понял Так, я ничего не понял Так, получить ключ Расследовать ограбление Собирать алиби Так, алиби Можно пойти к Оливии В магазинчик Подожди Ну да, пока поговорить с ней Вот она Ты пришла? Отлично Дай угадаю Еще вопросы? Жутковато вы спрашиваете Думаю, мои ответы Никому не навредят Спрашивай, что хочешь Правда? Я говорю, что Наверное, никому не навредят Я опрашиваю всех В городе Где они были В ночь поджога В ночь чего? Поджога В особняке Хаттерн Хаус Я Не понимаю О чем ты говоришь Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха Шучу, Нэнси Не смотри так сурово Кхм-хм Я была здесь той ночью Торговала Думаю, как минимум 20 человек Могут это подтвердить То, что Лорен Потеряет свой особняк Это все дурно пахнет Ну Посмотрим Да, конечно. Итак, я слышала, что в Салеме бродят привидения. Ну, конечно. Вы верите в это? Как можно не верить? Я видела их собственными глазами. Серьезно? Можете описать то, что вы видели? Эм, конечно. Тогда было темно, туман. Я шла через кладбище. Или это была городская площадь? Не, я не помню. Но я действительно помню привидения. Нет, много привидений. Духов. А вы когда-нибудь видели привидений возле Хаттернхаус? Вообще-то, да. Я же говорила тебе, что несколько лет назад Ковин, видимо, травил их на город. Им не будет покоя, пока они не отомстят. Дай-ка угадаю. У тебя нет доказательств, что хотя бы одна живая душа присутствовала при пожаре. Может быть, преступник мертвец? Будет сложно это доказать. Ты видела эту неупокоенную душу Салема, Нэнси? Я кое-что видела, но я не верю, что это реальное. Мне нужно больше доказательств. Будь осторожна! Они тебя все равно найдут, веришь ты в них или нет. Возможно, тебе не надо посещать кладбище. Три дня назад вы проводили экскурсии? Три дня назад? Нет, не проводила. Хорошо. Помните, чем вы занимались? Вообще-то, я выиграла сертификат спа-комплекса в гостинице Вэйфер и Марвел Хэтт. Они делали мне массаж на спине стеклянными баночками. Это было потрясающе. О, у вас остались квитанции. Так все же расходы были оплачены. Я показала бы тебе свою спину, но на ней уже ничего не видно. Ведьминское здоровье. Как будто ничего и не было. Ты знаешь, у меня был флайер спа, но этим утром я его выбросила. Извини, знаю, что я бесполезна. Все в порядке, спасибо. Расскажите о вас, Тиган и Лорен, когда вы были детьми. Почему тебе это интересно? Мы отдалились друг от друга. Так бывает. Посмотрите, я нашла старое фото того времени. На нем написано «Ковен». Вы про это рассказывали в своем шоу? Ты нашла это фото в доме Тиган? Я не думала, что она такая сентиментальная. Так это был тот самый Ковен? Ну, да. Тот же Ковен-ведьм. Мы слышали об этом в детстве, наверное. Мы все тогда увлекались историей, ведьмами. И до сих пор любим. И все-таки вы не помирились. Я не понимаю, почему тебе это так важно. Я ничего не могу с собой поделать. До встречи. Привет, девочка. Не понимаю, ты милая или жуткая. Ароматические свечи. Довольно стандартный материал для сувенирного магазина. Подожди. Метла? Что же это за аромат такой? Привет. Я читаю. Я читаю. Я читаю. Нэнти, привет! Как продвигается расследование? Неплохо. Знаешь, мне бы очень помогло, если бы я смогла заставить Мэй поговорить со мной. Она еще не предоставила алиби? Нет, и кажется, у всех есть алиби, кроме нее. У всех? Может быть, это сделал кто-то не отсюда, приезжий или что-то в этом роде? Возможно, но по статистике преступление редко совершается далеко от дома. Для меня это загадка. Хм, ты хочешь о чем-то поговорить? Какова история по месте Хаттерна? Что ж, Джон Хаттерн родился и вырос в Салиуме. Его отец был военным с многочисленными наградами, имеющий недвижимость по всей Новой Англии. Когда же Хаттерн стал судьей, он старался расширить эти владения. Большая часть земли, на которой построено его поместье, была фактически конфискована у осужденных ведьм. Это ужасно. Я помню, что о краже земли даже упоминалось на экскурсии о Ливии. Не ожидала, что ее действительно интересует история. В то время никто не заметил связи, даже в судебных документах. Но это было. Думаешь, пожар как-то связан с ведьмовской историей Салема? В смысле? Считалось ли это символическим жестом, потому что так умирало большинство ведьм? Так было в Европе. Нет, в новом свете люди более цивилизованные. Мы вешали ведьм. Еще одна пара умерла в ожидании суда. А одного пожилого мужчину, который отказался давать показания, раздавили до смерти. Раздавили? Да. Они положили кучу тяжелых камней на него. Он умер под давлением груза. Это ужасно. Она не знала притяжения, пока не почувствовала свободу. Алая буква. Написал потомок судьи Хаттерна. Вот только Натаниэль Готтерн был так потрясен историей своей семьи, что добавил букву «Г», чтобы изменить фамилию. Поразительно. В школах не изучают так подробно потомков. Ага. Мы думаем, что наш мир сейчас намного более развит, но нам трудно убежать от нашего прошлого. Где ты была в ночь пожара? Я смотрела с парнем фильм у него дома. Вот его номер, можешь проверить. Ты давно встречаешься с Дамианом? Да, думаю, пару лет. Он мне нравится. Правда, нравится. Он внимателен и... Да, он замечательный. Он был с тобой всю ночь? Больше... часть ночи. Не думаю, что он способен на поджог, если ты на это намекаешь. Ты ему доверяешь? Абсолютно. На сто процентов. Давай, позвони ему, сама увидишь. Эта фотография была спрятана в комнате для гостей. Теперь мне действительно стыдно. Очень неловко вышло. Это Оливия и Лорен на фотографии с тобой? Да. Мы тогда были довольно близки. Потому и сфотались. Я не пойму, где ее сделали. Ты не помнишь? Там было много книг и свечей. Наверное, это было... Пффф... Я не знаю. Книги и свечи повсюду в Салеме. Может быть, где угодно. Это было много лет назад. Я не помню. Как Фрэнси Статтл стала владелицей такого поместья? Мисс Статтл купила его 30 лет назад дешево. Он просто разрушался. Бывших владельцев найти не удалось, и он был выставлен на аукцион. Она, видно, сумасшедшая, рассталась жить в таких развалинах, но... Она была доброй. Она приняла Лорен как дочь. Это уже кое о чем говорит, не так ли? Согласна. Дирдра упомянула об этом лишь мимоходом. Но вы с Оливией дружили? Мы дружили, и Лорен тоже входила в нашу маленькую компанию. Но это уже не важно. Ведь это было очень давно. Так теперь вы не общаетесь? Все поменялось. Что произошло? Не понимаю, почему это так важно. Разве ты не должна оправдать мою сестру? Ее не должны обвинять за то, чего она не совершала. В чем ее обвиняли раньше? Я... Этот город хочет, чтобы кто-то во всем был виноват. Она другая, поэтому к ней все придираются. Я хочу побольше узнать о тех, у кого мог быть мотив для поджога. Может, ты вспомнишь каких-то старых друзей? Можешь помочь? Я подумаю. Продолжай. Что ты можешь рассказать об Оливии? Что я могу рассказать тебе про Оливию? Я могу сказать, что ее затея смешана. И что она оказывает городу медвежью услугу, продавая с двойным упорством эту глупую идею с ковином ведьм. Это место реальной истории. А она хочет, чтобы это был парк развлечений. Думаешь, она могла бы сжечь особняк Хаттерн Хаус? Полагаю, это было бы полезно для ее бизнеса. Люди любят руины. Особенно руины с привидениями. Она любит играть с огнем, но... Я не знаю. Я хочу, чтобы сестру оправдали. Я знаю, мы стараемся. Не перестаю думать о слухах, которые говорит Оливия. О ковине. Не обращай внимания на ее россказни. Она просто говорит все, что хочет толпа. Настоящая история Оливию не интересует. Так ты никогда не слышал этот слух раньше? Я этого не говорила. В Салеме нет вели. Есть аферисты и глупые дети, которые хулиганят. Не обращай внимания на слухи и старые истории. Сейчас твоя помощь нужна реальному ребенку. Что ты можешь рассказать о Лорен? Лорен, да, еще штучка. Если Оливия притворяется ведьмой, то Лорен думает, что она ведьма, понимаешь? Они стоят друг друга. Настоящая наследие и история Салема, вот что важно, а не байки, дурацкие зелья и какие-то мази. Значит, ты не посещаешь ее магазин. Никогда там не была, но чай пила. Хочешь совет? Держись подальше от листьев сцены, а то испортишь себе весь день. Она сожгла бы особняк Хаттерн Хаус? Я не знаю, возможно. Если бы она решила, что это поможет остаться. Она не хочет расставаться с поместьем, даже если будут исторические или юридические причины. Но, как я уже сказала, я больше ее не знаю. Ты помнишь, что ты делала три дня назад? Три дня назад? Ну, я работала здесь. А что? Работала в музее. Кто-нибудь может это подтвердить? Ну, я всегда здесь. Но был ли здесь кто-нибудь еще? Мэй была дома, прячась от всех. И Оливии здесь не было. Не знаю, где она была. Придется спросить ее. Значит, никто не может подтвердить, что ты тут была. И ты уверена, что Мэй была дома? После того случая она не выходит из дома. Люди здесь обращаются с ней, как с прокаженной. Это ужасно. И я не виню ее за то, что она весь день сидит дома в телефоне. Черт. Родителям нужно вернуться домой. Побыстрее. Итак, я должна спросить, что ты получишь со всего этого? Много чего. Правда? Ты путешествуешь, разговариваешь с людьми, разбираешься со всеми их проблемами, подвергаешь себе опасности. Не всегда. Хорошо, иногда. Ну, не знаю. Есть очень интересные вещи, над которыми мне нравится размышлять. Например, почему люди совершают плохие поступки. Это всегда труднее всего понять, потому что иногда мы делаем вещи, которые не имеют смысла. Мы по своей природе иррациональны. Понимаешь, о чем я? Знаешь, есть теория о том, почему эти женщины преследовались как ведьма. Появилась версия, что галлюцинации у детей были вызваны отравлением ржаным хлебом, пораженным грибком. Галлюцинации, проблемы с кровообращением, припадки. Люди походили на одержимых. А судьи считали, что исполняют волю Божью. И весь город будто сошел с ума. Рациональное объяснение иррационального поведения Просто теория. Правду не узнать. Ну, а я не хочу тебя задерживать. Спасибо, что заглянула. Расскажи мне о несчастном случае, в который попала Мэй в детстве. Зачем тебе это знать? Разве это важно? Я так не думаю. Но из-за того случая все остальные думают, что Мэй это та, кто сжег особняк Хаттерн Хаус. Поэтому так важно, чтобы я разобралась с этим. Все началось с поджога. А у нее уже есть судимость по делам несовершеннолетних. Что произошло? Это был Сара рядом с домом. Мэй было около девяти. Однажды ночью она пошла туда, хотя ей это запрещали. Играла с... Свечами, зажигалкой, я не знаю. Он загорелся, ее обвинили. Она была такая маленькая. Это... Я виновата. Не усмотрела за ней. А я ведь старшая сестра. Это была не твоя вина. Прости, что расстроила тебя. Теперь я все понимаю. Просто не говори об этом, Смэй. Прошу. У тебя есть больше информации о судах над ведьмами? Неужели выставки разожгли твой интерес? Простите. 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 Продолжение следует...